Здравствуйте виноградари! Вы снова на канале Виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин и я представляю третью серию посадки саженца винограда. В первых двух я рассмотрел варианты посадки нормальных трех-четырехглазковых саженцев и коротких двухглазковых. Поэтому для полного понимания посмотрите эти два ролика. А сегодня у меня в руках опять двухглазковый саженец, но в отличие от предыдущего случая у него практически весь прирост этого года вызрел. Этот саженец уже вот с таким длинным приростом этого года. И если мы рассмотрим, то вот у нас всего-навсего первый узел это пятка, у нас находятся здесь довольно хорошие корни и вот второй узел из которого растет наш побег. Так вот расстояние от пятки до среза всего лишь 10 сантиметров, то есть такой саженец тоже сажать обычно не получится. Но у меня вызрел вот такой длинный побег. И поэтому при посадке таких саженцев никогда не торопитесь обрезать прирост этого года. И предварительная подготовка такого саженца будет заключаться лишь в том, чтобы обрезать вот верхнюю невызревшую часть и сделать небольшой запас. Я обычно, вот если бы в этом месте начиналась уже невызревшая лоза, то я бы с запасом обрезал бы, делал бы еще один, два и три узла. И вот в этом месте приблизительно обрезал. Такая процедура нужна, чтобы обезопасить себя от невызревших путь. Зачем нам это нужно, посмотрим чуть позже. И перед вами сейчас опять обычная посадочная яма. Глубина около 50 сантиметров. На дне ямы посадочный холмик. На которой я и установлю пятку моего двухглазкового, казалось бы, очень короткого черенка. Установил я саженец на дно посадочной ямы. Подвязал колышку, чтобы он не упал. И смотрите, что получилось. Пятка саженца находится на посадочном холмике, на дне посадочной ямы. А вот верхняя почка нашего прироста этого года, она даже выше находится уровня почвы. И вот поэтому я и говорил, что сразу обрезать не нужно. И мы сейчас засыпаем полностью нашу яму. Оставляем лунку глубиной приблизительно 5-8 сантиметров. И обрезаем вот этот прирост таким образом, чтобы у нас верхняя почка вот этого уже однолетнего прироста была ниже поверхности почвы приблизительно на 5-8 сантиметров. Вот и вся посадка короткого двухглазкового саженца, но с длинным приростом. И в этом случае мы недостаточную длину нашего двухглазкового саженца компенсировали вызревшим приростом этого года. И укрываем на зиму наш куст обычным способом, а весной раскапываем одну или две верхние почки и ждем начала вегетации. Условие вот такого способа посадки является хорошее возревание вот этого прироста, чтобы почки пошли в рост будущей весной. Собственно говоря, нам нужны только будут вот эта и вот эта почка, две почечки самые верхние, они будут находиться ниже уровня почвы на 5-8 сантиметров. Остальные почки в принципе нам не нужны, но мы их не выщипываем. Многие заостряют на этом внимание, но в таких посадочных ямах, вот довольно глубоких, обычно вот эти почки, они в рост не идут. То есть при закрытой посадочной яме, там достаточно все-таки холодно на такой глубине, и обычно такие почки в рост не идут. Но зато там остается достаточное количество спящих почек, которые в случае необходимости мы можем использовать для формировки. В следующем видеоролике будет рассказ о посадке длинного саженца винограда. Будет случай, когда саженец настолько длинный, что он превышает размеры нашей посадочной ямы. И я покажу, как нужно посадить, чтобы соблюсти и глубину посадки, и глубину будущей лунки. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.